ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из плотяного шкафа История о летающем воротнике и вере в волшебство Жил да был на свете один волшебник. От всех своих коллег, чародеев и магов он отличался способностью превратить любую бесполезную вещь, попавшуюся на его пути, во что-то очень полезное. Все потому, что у волшебника было плохое зрение и прекрасная фантазия. Благодаря этим уникальным качествам обычные предметы представлялись ему совершенно не такими, какими являлись на самом деле. Так, например, он мог волшебным образом сделать флейту из кривого сучка или опушку одуванчиков превратить в мягкую подушку, а выброшенный разбитый глиняный горшок в дом для своих друзей полосатых жуков. Как-то раз волшебник прогуливался по лесной тропе и любовался голубым небом. Вдруг подул сильный ветер, и через мгновение он заметил, что сверху на него что-то опускается. Что бы это могло быть? Вслух рассуждал волшебник. «Кажется, это маленькая птичка». Он стал щуриться, пытаясь разглядеть то, что кружась летела в его сторону. «Птица! Это желтая птица!» Радостно воскликнул он. «Да, точно! Я вижу, как она машет своими золотыми крыльями и летит в мою сторону!» Волшебник остановился и стал ждать приземления гостя с небес. Через пару минут желтая птица совсем близко подлетела к нему. Опустилась на одно плечо волшебника, затем обвела его шею сзади и разложила свои крылья на его груди. «Прелестное создание!» Произнес волшебник. «Ты, наверное, устала, раз решила прилечь на меня. Пойдем, я отнесу тебя домой и накормлю», сказал волшебник. Да-да, он был еще и очень добрым. Не услышав ответа и решив, что птица заснула, он отправился к себе домой. Открыв дверь и войдя в прихожую, волшебник посмотрел в зеркало и не поверил своим глазам. «А куда же она делась? Тут никого нет!» На его плечах никакой птицы не было. Обернув шею, с обеих сторон на его грудь спускались концы широкой прямоугольной полоски ткани. «Как же так?» Удивленно воскликнул волшебник. «Неужели я своим магическим взглядом превратил птицу в желтую материю и сам того не заметил? Снова я что-то наколдовал не то». На минутку волшебник замер перед зеркалом, рассматривая то, что лежало на его плечах. Потом он встрепенулся и схватился руками за концы полоски ткани. «А что если я соединю эти две желтые полоски брошью? Вот так. Спереди прямо у основания шеи заколю два уголка ткани, а пару других красиво разложу на груди». Сказав это, он прицепил брошь и внимательно посмотрел на свое отражение. «Ну надо же! Как красиво вышло! Не зря я все-таки зовусь волшебником. Своей магией я могу создавать новые удивительные вещи, такие как эта. Ведь до меня еще никто не украшал шею узкими полосками ткани. Но как бы мне назвать эту вещь?» Думал волшебник. «Так, если я вращаю полоску вокруг шеи, то я поворачиваю ее с одного плеча на другое. Так, может, и назову я эти украшения воротник?» Сказал он, глядя на множество подобных полос ткани, лежащих перед ним. «Ах, как же будет здорово, если все люди станут оборачивать шеи маленькими прямоугольниками и соединять их брошками на концах!» Подумал волшебник и взмахнул своей палочкой. Мгновение, и воротники превратились в разноцветных птиц и полетели в ближние и дальние страны. Они садились на плечи разных людей, и те с удовольствием начинали носить воротники и как часть одежды, и как украшения. «Может, я и не обладаю магической силой?» рассуждал волшебник. «И не могу превращать одни предметы в другие? Но зато моя фантазия не знает границ!» «Да, в тот день на волшебника приземлилась не желтая птица, а обычная полоска ткани, вырванная ветром из рук одного портного. Но не так уж важно, умеешь ты колдовать или нет, важно верить в свои силы, замечая необычное даже в самых простых вещах. И тогда волшебство непременно случится». Сказки из плотяного шкафа